Всем привет! Ну, наконец-то! Привет, Ира! Здравствуйте! Сегодня, ребята, я очень хочу говорить именно на русском, и я приглашала русскоязычных ко мне сегодня. Так что я надеюсь, русскоязычные придут. Всем привет, кто уже со мной. Чао! Сейчас посмотрим, да, сколько нас русских здесь. О, Нифёдова, привет! Кто, ребята, русский на месте? Отзовитесь. Из каких вы городов? Привет, Аня! Привет, Мария! Привет! Ну, супер вообще! Ну, вообще! Привет, Катя! Ну, хорошо. Ребята, здесь. Я надеюсь, я не наговорю глупостей. Никаких. Я ставлю... А, Ростов! И наставлю это видео потом... Сохранённым. Я буду запинаться, потому что русский язык — это сложно. Чтобы глупостей не наговорить. Ванкувер, привет! Ой, супер! Ростов, Аглова, привет! Я хотела сегодня поговорить с вами... Привет, Ростов! О плейбой. О фуроре интернета. Поскольку буквально 3-4 дня назад вышло неимоверное количество статей, чему я безумно благодарна. Это очень круто. Вообще, пиар безумный, какой бы он ни был. Я бы хотела рассказать историю, ответить на ваши вопросы. И, в принципе, познакомиться уже давно пора с нашими русскими. Русскоязычными, неважно. И встретиться с вами в лицо. Так сказать. Вот. Так что я постараюсь сейчас камеру установить. Я не знаю, остановится она или нет. Тут целое дело. Вот. Потому что хотелось бы две руки. О, так, стоим. А, я пока что не буду отвлекаться на ваши сообщения, чтобы рассказать, так сказать, по делу. Всё? Ва-валя. Всё. Тогда буду держать. Значит, меня зовут Лиза Кей. Я из Ростова-на-Дону. Мне 27 лет. И я профессиональная модель. Профессиональной моделью я работаю уже 10 лет. Это очень много. Да, профессиональными моделями работают столько лет. Работаю до 27. И это нормально. Всё остальное. Все, кто вам говорят, что модель уходит на пенсию в 20, неверьте им. Это старые дурацкие истории. Привет, Руслан. Как дела? Я снялась для Playboy. Снялась для Playboy на самом деле два раза. Первый раз я снялась для них в 2013-м для обложки. Мы говорим, естественно, здесь про американский Playboy. Не про русский, не про какие. Именно про американский. Первая обложка моя была в 2013-м году. И она, как ни странно, была абсолютно не замечена никем. Ни прессой, ни кем. Что очень часто происходит в этой индустрии. В 2017-м же, как вы заметили, в августе я сделала Playboy повторно. И я снялась как девушка месяца. Это было очень шустро подхвачено прессой. Чему я рада. Распространено везде в интернете, особенно в Ростове. И создало этакий образ Лизы Кей, которая, цитирую, выставила жопу и прославилась. Так вот. Не боится номер раз. Я очень много лет работаю. Сняла я множество обложек, множество журналов, множество реклам. Включая рекламу Доширака даже один раз. Плейбой не был взрывом моей карьеры. Плейбой был потрясающим бонусом-мечтой, которая сбылась. И я безумно этому благодарна. Но это не суть моей карьеры, это не суть меня как персоны, что, конечно же, выставлено было. Или, возможно, было понято в этом виде. Я начала в 17 лет. Начинала я ребята из Ростова. Никто мне не помогал. Никто меня не спонсировал. Никакие богатые папоньки. Не знаю, как это. Ну, какие-то бывают легенды, знаете. Начинать было очень тяжело. Потому что рост у меня метр семьдесят три. Тело у меня было безумно перекачено. Потому что я действительно была балериной. Я действительно танцевала почти всю свою жизнь. И поэтому на тот момент данные у меня были слабенькие, как считалось. Мне намекнули в своё время, что, может быть, когда-нибудь или где-то там ты могла бы быть моделью. А мы с мамой поверили и решили рискнуть. Потому что давайте будем откровенны. Россия очень специфичная страна. И, к сожалению, возможностей в ней маловато. Даже если я училась очень хорошо в школе. Ну, ребят, стать известным адвокатом мирового уровня врачом. Пробиться из страны в какие-то другие страны. Очень тяжело. Я действительно поступала на архитектурный. Как бы это ни было весело. И мне было 17 лет, ребят. Я была девчонкой из самой обычной средней школы. И передо мной стоял выбор. Либо я пойду в институт. Отхринячу в институте. Пойду найду какую-то работу себе за сколько там получаю? 30 тысяч. Буду всю жизнь работать. Войду замуж. Рожу детей. Ну, там, дай бог, получу какую-то хорошую должность. Может быть, максимум, пойду в Москву. Или же я поеду работать в этих странные, загадочные страны моделью. Было очень страшно. Было непонятно. Но я рискнула. И моя семья вместе со мной рискнула. И слава богу, так было решено, что у меня все получилось. Но получилось у меня, поверьте, и с первого раза, и не на концерте в Ростове, как было рассказано. Когда в 17 лет я сделала свои первые фотографии, чтобы разослать по агентствам, 99% агентств мне отказало. На самом деле, единственный, кто согласился, это Азия, которая считается самым хреновым рынком, сложным, тяжелым, не понтовым. Там не снимают мировые журналы, не заработаешь известность, там очень мало платят. Но мне хотелось, не хотелось попробовать. Они в меня верили, я поехала. И в Азии было тяжело. В Азии я была год туда-сюда, ездила, моталась. И работа пошла через терпение, через нервы моих родителей, через страхи, через бессонные ночи. Работа шла. И шли хорошие журналы, шли хорошие фотографии. Были первые заработки. И я подумала, подождите, может быть, у меня получится, может быть, мне говорили неправду, может быть, с моим ростом можно, может быть, с моим весом можно, может быть, с моим лицом можно, с моими данными. И по-прежнему никто не собрался мне помогать, к сожалению. Поэтому я собрала все свои деньги, все свои фотографии и купила себе сама билет в Италию. На тот момент почему-то в моей голове была такая идея, что вот Милан, Милан это столица моды, Милан это вот то самое место, куда надо ехать. И я поехала в Милан сама, с туристической визой. Я нашла адреса агентств, и я почапала, ребята, сама. Я почапала пешком по адресу на автобусике, одела платьице, там, сшитая моей мамой, кстати. Я одела платьице, сшитая моя мама, черненькая, там, туфельки Зара. И пришла в самое крутое агентство в Милане, на тот момент это был Вуман Милан. Я по-прежнему с ними подписана, это очень смешно. А зашла, зашла в холл, встала перед всеми и сказала, здрасте. Я сказала, кто здесь главный, потому что я хочу к вам. И это звучит очень по-американски, по-голливудски, но правда в том, что, ребята, терять мне было нечего. У меня было четкое осознание, что или я сейчас просто пру, как истинная ростовчанка, видимо, или я просто пру, или я еду домой. Мне теряли, ну, как бы, одно из двух. Поэтому меня перла. Я перла просто пробиваться. И мне безумно повезло, что мне почему-то поверили. Мне поверили, и мне позвали дяденьку по имени Пьеро Пьяци. Девчата из индустрии наверняка слышали такое имя. Это на тот момент был директор Вуман. Очень потрясающий человек, легендарный. Он посмотрел на меня, сказал, пойдем в комнатку поговорим. Мы сели с ним в комнатку. Он посмотрел на меня, посмотрел на мои ублюдочные фотографии из Азии, которые были просто, о, господи, пародией. Посмотрел на меня, на фотографии, на меня, на фотографии, и сказал, отлично, берем. Но что самое смешное, что я сказала, ой, я, конечно, рада, что вы меня берете, но меня еще другие агентства ждут, чтобы было полное брехнёй. Я говорю, знаете, я очень делала колбаса, мне нужно еще в другие агентства сходить. Ну что, у него просто истерика случилась. Я сказала, нет, подписывайся здесь и сейчас, срочно. Ну и в итоге, тем самым, я выбила себе контракт с Вуманом. И буквально через месяц нашей работы мне предложили контракт Вуман Worldwide. Вуман Милан, Вуман Париж, Вуман Нью-Йорк. И это, грубо говоря, было вот тем самым мощным началом, к которому я шла с 15 лет. А подписала я 18. Ребята, 3 года я шла против абсолютного отрицания вообще, абсолютного... В общем, мне все говорили, что у меня нет никаких шансов, у меня нет никаких данных, что девочка, куда ты лезешь? И вообще тебе уже много. И, ребят, что мне только не рассказывали. Но я это сделала. И тут началась карьера. Тут начались поездки. Я подписалась в Германии, Лондон, в Испании. Начались самолеты. Началась настоящая работа. И причем мы говорим, опять же, не про работу, не про суперизвестность. Мы говорим про пахоту. Про работы за копейки. Про проживание в модельных общагах, про которые наверняка вы никогда не слышали. По Первому каналу, где нас представляют какими-то супер гламурными матрешами, которые живут, просто гуляют и пьют Дом Перенен целыми днями. Я вас всех расстрою. Девчата, которые хотят быть моделями. И, возможно, думают, что это так. Это не так. Какой сегодня хрустный эфир, однако. В общем, я, собственно, рассказываю это почему. Я рассказываю это к тому, что, когда вы читаете прессу, когда вы смотрите Инстаграм, и это я сейчас обращаюсь и к девочкам, и к мальчикам. Особенно тоже к мальчикам. Потому что вы иногда забываете, насколько длинный это путь и насколько это всё игра, ребят. Вы не забывайте, что Инстаграм – это для нас профессиональное портфолио. Мы не выставляем туда ничего личного. Мы не выставляем туда нашу персоналити, нашу душу, характер. Мы позитивные, улыбающиеся девочки в купальничках. Конечно, опять же, девочки в купальничках. Это всё устраивается для клиентов, для профессиональных клиентов, для каталогов белья. Для той же самой Виктория Сикрет, про которую мы все мечтаем. Не забывайте. Потому что, правда в том, что, а вдруг, а вдруг в Инстаграм зайдёт и увидит дядя Сикрет и позвонит. И позвонит, позвонит. Поэтому, когда вы пишете ваши комментарии, мальчики, и девочки, конечно, тоже, когда вы пишете свои едкие, грязные комментарии, которые, естественно, мы игнорируем, потому что, я вас умоляю, вы не забывайте, что... Ну, в общем, вы не забывайте. Вы просто не забывайте, что это работа, что никто тут не продаётся, никто тут не старается сняться. Ну, за исключением некоторых, конечно. Ну, я думаю, разница всем всегда видна, о чём речь идёт. И, пожалуйста, делите на 25. Делите на 25 то, что вы видите в Инстаграме, потому что это всё спонсорство, это всё работа на клиентов, это всё работа над агентствами, это всё контракты с агентствами, то, что агентства заставляют нас выставлять фотографии, заставляют нас выставлять фотографии с определенной периодичностью. И делите на 25 статьи. Статьи про нас. Статьи про нашу биографию. Потому что, ну, которые будут выходить и будут, и будут, и будут еще страшнее легенды рассказываться. И делите на 25. И, пожалуйста, я лично хотела бы сказать, я бы начиталась потрясающих комментариев под всеми статьями. Я их все прочла. Это было безумно интересно. В моем именно случае очень много раз были упомянуты родители. Было упомянуто, что мамина гордость, я жопу выставила, отролевали, кошки срали. Родители прошли очень тяжелый нервный путь вместе со мной. И да, выставила жопу. И знаете, что самое смешное? Что за 10 лет карьеры, которые включают в себя облушки вогов, облушки граций, очень серьезные рекламные ролики, косметические, жопу заметили. В Ростове, в Москве, неважно, российская пресса заметила жопу. А знаете почему? Потому что они знали, что вы на нее купитесь. Они знали, что это продастся. Из 10 лет карьеры, в которой, естественно, можно от рекламы до широка, до журналов вога. Жопа, однако, сыграла с вами злую шутку и притянула вас во всю желтуху, ребята. Но я рада, потому что я с вами познакомлюсь. Я могу ответить на все ваши вопросы. Можем поспорить, можем поругаться, что хотите, хотим поделать. Вот. Так что, не знаю, я чувствую, я там наговорила вообще просто страшнейшие бузины. Но, надеюсь, хоть какая-то там, знаете, история вышла. Вот. Так что, сейчас я бы могла пролистать это все наверх. Это будет сложно. Вы много всего написали. Спасибо. И ответить на какие-нибудь вопросики. Сейчас послуху. Господи, мама дорогая, сколько вы написали. Ой, как приятно. Ой, сколько любви. Мама дорогая, слушайте, вы много написали. Так, всем приветы, всем приветы. Ой, ребята, блин, извините. Слушайте, сейчас смотать это все назад. Я такая неопытная женщина в таких делах. Так, слушайте, а можно я вот попрошу вас, ребят, если вы задавали вопросы, вы можете, пожалуйста, их переспросить или сказать привет, извините, пожалуйста, но очень вас много. Привет, Ульяна. Я тоже рада тебя видеть. Плохая жопа не привлекла бы внимание. Такой жопой надо гордиться. Спасибо, Катя, как дела? Про это, да, это отдельная песня. Опять же, я сознательно сделала фотосессию на плейбой в 23 года. Не в 16, не в 17. Мне было 23. Я, честно вам скажу, боялась страшно. Боялась, стеснялась, потому что прекрасно осознавала, что иду на голяк. Ну, вы знаете, горжусь. Горжусь и не жалею. И в 2017, когда я приехала к ним в офис в Лос-Анджелес, меня спросили, что приперлась. Я говорю, мало было, еще хочу. Я им говорила, что, ребят, потому что они очень много вопросов задавали про мое личное ощущение. Вообще, что для меня это все значит. То, что я вас очень разочарую, ребят, но плейбой не для плейбоя. Он направлен на обожание женщин, на обожание женской красоты. Просто через десятилетия. Вы бы видели, у них в офисе, это потрясающе, у них хранятся книги просто вот такой толщины. И со всеми фотосессиями за все года. Ребят, там с 50-х, там Памела Андерсон еще с настоящими сиськами, с настоящими. Представляете, какое количество женщин хранится у них в... Как это назвать, извините? В архивах. И мода на женскую красоту, на женский эротизм через все года. То есть, что считалось эротично, что считалось женской красотой, как то женское тело в 70-е, 80-е, 90-е, особенно лихие 90-е, ребята. Таких волосатых, лихих 90-х никогда не будет. И это потрясающе. Это обожание женщин, это уважение женщин, это боготворение женщин, не посвящаясь этого слова. Это не грязь. И вы погуглите, ребята, прогуглите про Хефнера, которого... Хью Хефнера, естественно, про которого я не встречала, к сожалению. Я встречала его сына, как ни странно. Я с ним лично познакомилась в офисе. Мы не ходили на свидания, нет. Но это человек, который неимоверное количество бабла инвестировал в женские права, в защиту женщин, в куче гуманитарных работ. И, в общем, просто почитайте, ребят. Почитайте, образуйтесь. И вы совсем по-другому на это все посмотрите. И девочки, и мальчики. Особенно девочки, если честно. Я не говорю, что всем нужно идти сниматься голыми, но я считаю очень важно... Сейчас буду говорить как клише, но важно принимать себя как женщину, свое тело женское, и считать его красивым, и наслаждаться ими, и не стесняться его. Привет! Да, контракт с Эппл. Это мой самый первый контракт в Азии, да. Контракт с Эппл. Да, я буду читать мои DMs, ребята. Спасибо большое. Не волнуйтесь. Может, предложишь им идею отдельного журнала для женщин? Это было бы, кстати, очень классно. Я абсолютно согласна. Абсолютно согласна. Мы тобой гордимся. Спасибо. Привет, дорогая. Ты в Краснодаре, наверное. Как же я и люблю ее акцент, если бы у тебя был отдельный аккаунт на видео с твоим акцентом. Спасибо. Спасибо большое. Фотки посмотреть с плейбомой. А можно в интернете? Ну нет, в интернете нельзя, его нужно покупать. Модель. Сколько модель зарабатывает? Ребят, ой. Философский вопрос. Когда ты начинаешь, ты зарабатываешь просто фигню. Фигню, копейки, ребята. Копейки ты зарабатываешь как официантка. Пока ты не заработаешь себе приличное имя, через года, через журналы, через обложки, у тебя зарплата не повышается. Соответственно, чем больше упорнее ты работаешь, чем успешнее ты. Чем успешнее твой Инстаграм, потому что в нынешнее время нам нужны цифры, нам нужны фолловеры, нам нужны лайки, нам нужны комменты. Собственно, ради чего мы по-вашему купальничке-то выставляем, ребят? Потому что, к сожалению, вот, пожалуйста, результат. Смотрите, только на жопу все идет добро. И это парадокс, потому что хочешь работать, развивай Инстаграм. Че делать? Вот че делать? Вы нам подскажите, че делать. Так, какие еще были интересные вопросы? Катя Казарян, привет. Нет, ну, пропустила, да, чуть-чуть. Да, я правильно, Аня Корн, напоминает. Я была лицом Эстер Лаудер и была лицом Герлен. К сожалению, в прессу это не попало. Хотя это безумно известные мировые марки. Ну, как-то так, видите, ребят, ну, как-то так. Черный пиар, самый лучший пиар.